В Заречной для постановки нового драматического спектакля «Беспреданец» по пьесе Александра Островского приглашен режиссер, выпускник ГИТИСа, художественный руководитель Березняковского драматического театра Андрей Шляпин. Первый показ запланирован на 16 сентября. До премьеры у артиста всего полтора месяца. За это время режиссеру, актерам, декораторам и всем, кто задействован в работе над спектаклем, нужно сделать многое. Пока за спиной лишь первая читка и распределение ролей. На одну из ролей полноценно претендует именно два человека. И отбор не будет вести, они полноценно будут играть просто в пару. Опять же, понимаете, постановка еще и педагогические цели какие-то преследует. Например, для молодежи очень важно поучаствовать в большой работе на хорошей крупной роли. Если есть возможность взять двух человек, например, талантливых ребят, то, мне кажется, нужно давать шанс, чтобы они это попробовали. Несмотря на то, что коллектив актеров, задействованных в новой постановке, определен окончательно, внутри него еще могут быть изменения. Пока режиссер присматривается к артистам, угадывая в них черты того или иного героя пьесы. «Беспреданница» – первая постановка Андрея Шляпина в Зареченском тюзе. А вот зрители Пензенского драмтеатра рукоплескали шести его спектаклям. Интрига состоит в том, что он с нами будет ставить спектакль «Островского беспреданница». И Пензенский драмтеатр тоже сейчас будет работать над этой же пьесой. Вот у нас пойдет такое соревнование, и жителям нашего города представится возможность сравнить вот эти спектакли. Это очень забавно. Впервые увидеть «Беспреданницу» на сцене театра юного зрителя зареченцы смогут 16 сентября. Но это не единственная премьера юбилейного 25-го творческого сезона тюза. Художественный руководитель Виктор Бояров уже приступил к постановке детского спектакля по сценарию Ольги Рыбалки. Это будет интерактивное представление для самых маленьких зареченцев на экологическую тему. В ближайших планах театра – участие в межрегиональном фестивале «Театральный Атомград» и гастрольный тур по городам Поволжья. Анна Литвинова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».